Добрый день, меня зовут Кузнецова Дарья. Я дипломированный нутрициолог и коуч по правильным пищевым привычкам. Свой путь в здоровый образ жизни я начала более 10 лет назад. Тогда я преподавала для детей ритмику и учила деток правильным пищевым привычкам. Чуть позже начала заниматься со взрослыми, преподавала для них йогу и пилатес, также занималась их стройной фигурой. Дальше наступила моя долгожданная беременность, роды и плюс 20 килограмм к моему обычному весу. Честно говоря, я была просто в шоке, в панике, не знала, что делать. С маленьким ребенком в спортзал не пойдешь, а по-другому худеть я не умела. Тогда я была вынуждена изучать новые практики современного питания, получить новую для себя профессию нутрициолога, и буквально через несколько месяцев я избавилась от лишних килограмм. Моя жизнь вновь заиграла красками, мой муж меня влюбился, подруги стали завидовать, и одна попросила несколько рекомендаций. Несмотря на то, что внешних причин к переживанию у нее никаких нет, но экспертным взглядом, оценив ситуацию, я дала несколько рекомендаций, и буквально за две недели она смогла сбросить 2 килограмма, но вместе с ними ушли ее хронические проблемы. Это была молочница. Вот так вот, изменив простой рацион и образ жизни, можно навсегда избавиться от хронических недугов, которые годами вас беспокоят. У меня сейчас много довольных клиентов, благодарных, которые уже получили фигуру своей мечты и знают, как сохранить результат на долгие годы. Очень часто в переходные времена года, осень и весну, мы чувствуем недомогание, усталость, апатию. С чем же это связано, как вы думаете? Все правильно, все это связано с тем, что организм находится в дефиците по витаминам. Витамины неотъемлемая часть нашего с вами ежедневного удовольствия, радости, активности, поэтому давайте сегодняшнюю тему посвятим именно этому важному элементу. Наш организм состоит из большого количества маленьких кирпичиков. Для нас с вами кирпичиками выступают клеточки, а вот каждая клеточка в себе содержит большое количество полезных веществ. Это и белки, жиры и углеводы, и витамины. Как раз таки сегодня мы с вами будем подробно изучать, какие витамины на нас влияют и, собственно, где их получить. Но хочу обратить внимание, что все же слепо доверять таблоидам и бежать покупать все подряд витамины не стоит. Безусловно, для того, чтобы назначать себе самостоятельно витамины, необходимо узнать о дефицитах и лучше всего проконсультироваться с врачом. Есть специальные врачи, которые занимаются только иммунной системой и назначают биологически активные добавки. Можно, в принципе, и у терапевта также уточнить, какие рекомендации по биологически активным добавкам он сможет предоставить. Но на нашем курсе я обязательно расскажу вам, какие биологически активные добавки, витаминные комплексы можно использовать без назначения врачей и, собственно, какие дозировки выбирать именно для вас. Ну что, погнали? Запаситесь терпением, у нас с вами большая работа впереди. Увидимся на первом уроке. Продолжение следует...